Представляю вам очередное чудо советской бритвенной техники Таитва Харьков. В общем, на заводе Эхо шифровывается, к сожалению. Не знаю, подскажите. Вот такой аккуратненький чехолчик. Прилестила меня своей аккуратностью. Но внутри, так скажем, бритва уже с рваным шнуром, кое-как перемотанным. Здесь такая вот универсальная вилочка с переключателем. Сейчас я покажу вам. 220, 110, вот 220, так щелкаешь. 110, 127 написано. 110, 127. Сейчас посмотрим. Покажу вам, что в этой вилочке находится. Вот так, наверное, виднее будет. Ну-ка. Да, вот так, 220. Вот так вот, 110, 127. Пускай прожектор светит. Еще немножко потемнело. Трещинка здесь есть. Посмотрим. Для начала разберем вилочку. Обратите внимание, здесь может вести заблуждение то, что якобы крестовой винтик. На самом деле это просто винтик с двумя прорезями под 90 градусов для удобства разборки. То есть берем плоскую отверточку. Легко откручиваем. Вот такой винтик. Видите? Вот. Плоская отверточка вставляется и так, и вот так вот. То есть сюда крестовой отверткой здесь без толку. Пойдем в сторону и снимаем аккуратно колпачочек. Там несгораемые прокладочки две штучки. Ну, все это и хорошо, потому что иначе она, конечно, обгорела. Вот, видите? Что-то искрило. Прегрелось. Скорее всего искрило. Так, ну и посмотрим, из чего состоит эта вилочка. Значит, мы видим два штыряка и два кондерчика. Один кондерчик из красительной намертво. Вот они, два провода. Вот они. Чтобы было вам видно, я покажу. Вот два провода, которые идут в бритву. Вот. Один запаян на вот этот штыречек. Второй на какой-то промежуточный контакт. И кондер между этим промежуточным контактом и штырком. Вот он. Стоянно включен между этими двумя проводами. В положении переключателя 220 В положении переключателя 220. Извините, я перепутал. Вот этот контакт. Вот этот контакт. Это есть у нас вот этот штырек. А вот этот контактик. Вот этот контактик. Сюда приплавлен второй провод. И в положении 220 Питание на этот контакт попадает через вот этот конденсатор. На котором половина напряжения гаснет. При переключении в положение 110 Вольт. Сейчас я покажу внимательно. Смотрите. Вот внутри там включатель сейчас. Вот так вот. Удобнее будет. Вот. При переключении. Вот этот контактик. Вот видите. Переключил. 110. 110. 127. Вот этот контактик. Закрачивает вот этот кондер. И напряжение 110 напрямую через вот эту перемычку. Идет на второй провод. То есть. Отсюда делаем вывод. Что двигатель в бритве на 110 Вольт. Так. Ну здесь конечно все. Шатка-валка. Но смертельных отпален нет. Сейчас возьму. Тряпочку со спиртиком. Не жалею спиртика. Это горевшая. Попробуем прикинуть. Вот. Намертво уже. Ну-ка. Чернота тоже. Чуть-чуть стирается. Но. Это только если полностью детали вынимать оттуда. И водой с мылом. Или с каким-нибудь моющим средством. Так. Эту часть. Прокладочки сейчас вынем. Нет. Никак. Ну и сверху аналогично тоже. Эта чернота увы. Объелась годами. Так. Ничего страшного. Подождем. Прокладочку. Вот. Здесь что-то. Здесь что-то. Там uphill статируется. жидкий знак, к сожалению, тоже не ототрется. Хотя провод гарантированно станет белее, если его тирануть спиртом. Смотрим, чтобы корпус этого кондера не замкнулся на этот контактик. Прикрываем крышечкой, вот так вот в крышечку вкладываем. И закручиваем винтик. Ну и чтобы не постоять ошибок, сразу переключаем на 220. Вот так вот должно быть. Переходим к бритве. Бритва собрана стандартно, три винта. Блок ножей снимается легко. Вот такие вот здесь вот клиновидные подпружиненные штырьки есть. Берем вот так и покачиваем, снимаем. Блок бритвы сделан очень просто. Сейчас я спиртиком тюрьму, чтобы старую грязь не показывать. Удивительно хорошо сохранились ножи. Они протерты, они протерты. Вот эта вот скобочка держится на двух винтиках. Вот они винтики. И там лежат ножи. Давайте две протезаптики разберем. Помельчим четверточку. Дальше вот так ужеatching. венечки откладываем в сторонку вот сеточки наши достаточно аккуратные и ножи здесь важно вот что важно не перепутать нож и сеточку потому что каждый нож притерт уже к своей киточке так что протирали не перепутайте вот начинаем раз и родной нож ну это так можно было кисточкой отвергнуть от пыли но у меня здесь кисточки нет я буду тряпочки со спиртом и все дезинфекция не знаю потому что неизвестно где эта бритва была а искупавшись в спирте ее по крайней быть не брезгливо брать в руки так что спирта не жалейте вот пары сохраняем сохраняем кладем на место это тоже на место здесь вот под центре есть такой штифтик вот эта прорезь должна быть сюда вот соответственно здесь тоже прорезь тоже сюда вот так вот 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 на этот штифтик с обоих сторон тоже быть прорези на сеточке так теперь протираем эту штучку и аккуратно вот так вот вставляем на палец кладем надеваем плотно держим закручиваем вентики сразу сильно не тяните вот а здесь уже подтягиваете все ножи должны свободно ходить под сеточками но здесь не перетянешь потому что сетки жестко сидят все закинули все откладываем в сторону теперь теперь приступим к разборке бритвы самое главное не потеряйте пружинки который пружину идет что так для информации давайте сразу покажу вот вот бритвы харьков и заводской номер 71 063 харьков написан по-украински после к источкой что на украинском это буквы называется эмблема объединение эхо 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 наверное там закрутные гайки так что аккуратненько буду разбирать вот снял сразу дезинфекция должна быть хорош смотрите какой спирт какого цвета первый раз так для дезинфекция а потом перед сборкой прочистим начисто возьмем чистую тряпочку доведем до чистоты а так сейчас первая грязь чтобы не дышать этой сборки так корпус без трещин это радует достаточно беленький так что хорошо откладываем в сторонку так смотрим что представляет из себя бритва линтики в сторону линтики все три одинаковые так что перепутать не боимся стандарта прикрыто экраном экран у нас под вот этим винтиком так давайте с питанием посмотрим вот питание идет питание идет его уже подпаивали вот через два дросселя через два дросселя вот на катушке электромагнита а это у нас кондеры кондеры так и вот кондеры и аккуратненько вроде чистенько так отпаивать не буду пока что так сейчас попробуем вынуть двигатель надо открутить вот этот винтик так вот мы сейчас попробуем ослабим его и вот эти два винтика вот эти два винтика они здесь с демпферными резиновыми шайбочками чтобы здесь вибро двигатель получается у нас чтобы от вибрации если вот без шайбочек закрутить сюда то корпус через некоторое время треснет просто и все видите какой винтик сейчас я вам покажу винтик и шайбочка и резиновая прокладочка мягенькая ой сколько лет прошло она до сих пор мягкая это хорошо раз вторая аналогичная здесь резина да мягенькая приклеилась корпус вот здесь вот аккуратно снимаем чтобы не потерять пружинки окей так смотрим анатомию вот они пружинки не соскочили вот они видите такая вот анатомия и сверху две прокладочки смотрите сверху вот так вот надеваются вот эти прокладочки на пружинки сверху сейчас я покажу в сборе как это выглядит вот так вот вот так вот это выглядит видите вот то есть вот такой вот вот выход двигателя движение передается на вот эти шестеренки соответственно они в разные стороны крутятся вот дальше идет пружинка и вот такая шапочка ну и соответственно сейчас покажу вот видите мы снимали когда головку вот они подпружиненные конусы вот так вот устроена вид внутри вот 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 они при сдавлении так вот ну и соответственно вот двигатель крепится вот таким винтом с резиновой проставкой с другой стороны тоже резиновая шайбочка чтобы от вибрации корпус не треснул у нас спиртика желез не будем тряпчик тоже ох потепло на удивление прям чистенькая она такая все обильно смачиваем спиртом я повторюсь не отмываю а просто дезинфицирую все это не знаю сколько лет бритве где она была хотя эта конкретно бритва досталась мне от родственника но тоже неизвестно сколько я тут ей не пользовалась и где она валялась тампончиком просушим смотри чуть-чуть получилось вот очень хорошо видно не блестит спирт еще не высох эмблема красивая целая сейчас поверну ее чтобы надпись харьков номер все есть а сейчас ну-ка вспышку если выключить может да лучше без пушки вот эмблема эхо номер 71 063 и название харьков так включу теперь щёточки так сейчас пружинки шайбочки сниму так рекомендую делать следующим образом вот сась я снял пружинку потом ставлю на нее эту пружинку вот это будет сверху так по порядку ее складывать шестереночку следующую верхнюю потом пружинку потом такая пружинка нижние пружинки чуть меньше диаметра и сама шестереночка теперь вот этот восемь смотрим входит легко все хорошо смазано но смазано похоже густой смазкой это не очень хорошо она конечно не совсем жидкая должна здесь быть но и густая совсем густая не подойдет я встречал люди трансмиссионные смазкой смазывали потом мучились старое масло убираем можно сделать даже так вот берем шпажку вот 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 чуть-чуть теперь смотрим 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 как вам показать вот этот подпружиненный переходник подпружиненный он как бы Т-образный в него я увидел или нет вот так вот сейчас отключаем вспышку опять не знаю видно или нет включить так чтобы снять ее надо аккуратно снять вот эту пружинку кольцевую только смотрите чтобы она не улетела вот смотрите сначала идет кольцевая пружинка а вот он 4 видите какая форма и вот такая кольцевая пружинка и внутри обычная пружина сейчас я возьму эту вспышку для ее очень удобно вот она вот она обычная пружинка вот я это сделал только для того чтобы тщательно протереть это дело спешком от старой смазки от волос и от прочего добиться идеально белого состояния можно вибрование не хочу сейчас запускать особо времени таким заниматься вот то есть промыли штифт этот промыли пружинку чуть-чуть промыли тоже промыли так это одна вторая тоже аналогично тавливаем снимаем крыльцо аккуратно вынимать раскладываем все вот она точно так же проспиртовываем но не задает вопрос есть ли какая-то прокладочка на этой оси прокладки нет есть второпласт точнее второпластовые медные вставочки вот на них не нужна никакая второпластовая прокладка сейчас протрем сразу ну сборку этого устройства производим в обратной последовательности вот сюда вот чуть-чуть капнем жидкого масла вот вот из автоматической трансмиссии вот я брал и вот сюда вот соответственно оп и покрутили вот видите о прям ощутимо о извини даже хорошо так излишки можно чуть промокнуть так все собираем штучки так тоже можно чуть-чуть маслица я делаю следующим образом на шпажку чуть-чуть вот так и вот маслицем немножко пружинку немножко маслицем чтобы легче ходило и колечко колечко одевайте аккуратненько чтобы не улетел этот штырёк раз и все уже надели прижали и по кругу защёлкиваем одна готова так второе а может вот так вот немножко так вот подкидем углубление соскочило все отлично теперь вот это можно смазать маслицом как раз для пластика масла и соответственно надеваем и второе вот так вот лучше всего отмывать водой видите как белоснежно получается теперь штыки тоже чуть-чуть маслица прям немножко иначе пусть волосы липнут потом замучить, счистить раз да вот эти шапочки можно только пластиковой смазочкой совсем немножко здесь маслом соответственно проемом соответствующей прокладочки вот эти вот три штучки надеваем корпус аккуратно попали сразу прижав переворачиваем сразу поправляем резиновые шайбочки сразу не затягиваем чуть-чуть наживляем шайбочки чуть-чуть съехали когда ставим вот так вот отверточкой на место ставим и соответственно вставляем так этот винт мы не вынимали он должен так нормально закрутиться здесь можно затягивать хорошо вы сами почувствуете чуть-чуть поджимаете резину здесь тоже перетянуть нельзя потому что пластик может лопнуть но вы почувствуете как резиновые шайбочки сжимаются вот так здесь все чистенько аккуратненько подтянуто не разболтаны заклепки вообще в идеальном состоянии смазочку мы заложили жиденькую закрываем дроссель на место смотрите чтобы не замкнули здесь вот заизолированная часть чтобы они лежат видите вот крест на крест вот крест на крест здесь специальная изоляция чтобы не замкнулись ножки так закрываем крышечкой крышечкой закрыли крышечкой закрыли раз два и три и и и все здесь что вы закрутили все штоки пружинит хорошо надеваем сеточку все готово извините включать сейчас не буду потому что разве извините так вот такие в другом месте продемонстрирую включение все спасибо за внимание